Друзья, посмотрите, какое количество запчастей лежит на моем столе. Как вы думаете, что объединяет их в одну категорию? Ну, помимо того, что все они с автомобиля. Поставьте на паузу и напишите в комментариях свой ответ. Посмотрим, угадаете или нет. Ну, а мы начинаем. Итак, тема сегодняшнего видео – расходники автомобиля. Но не те, о которых вы привыкли слышать. Ведь обычно, по словам расходники, водители имеют в виду масла, фильтры, ремни, колодки, свечи. Ну, и все то, что обычно меняется на ТО. Но есть более поздние расходники, которые почему-то многие водители не берут в расчет. Например, электрощетки. Кто-то хоть раз задумывался, какое количество электродвигателей установлено в автомобиле. На моем столе собрано еще далеко не все. Давайте хотя бы так бегло их озвучим. Вентилятор охлаждения двигателя, вентилятор кондиционера, бензонасос, стартер, блок АБС, стеклоомыватель, стеклоочиститель, стеклоподъемник, регулятор фар, омыватель фар, щетки генератора, электродроссель. Отопитель, электрозамок, электроантенна. Ну и не только. В общем, все эти детали объединяют то, что они имеют щетки, которые со временем изнашиваются, ну либо подгорают из-за попадания мусора или от смазочных материалов. Ведь есть водители, которые реально смазывают якорь и щетки, думая, что таким образом избавятся от шумов и продлят срок их службы. Но по факту из-за того, что смазка является диэлектриком, щетка начинает работать не всей площадью, а только выпуклыми частями, из-за чего нагревается и сгорает, при этом сжигая сам якорь. Так что имейте это в виду. Также покупая автомобиль с большим пробегом, ну либо эксплуатируя его, стоит помнить, что какой бы надежной машина ни была, все эти детали рано или поздно все равно выйдут из строя. Потому что в них находятся щетки, которые изнашиваются. Это я к тому, чтобы вы задумывались, выбирая автомобиль с пробегом, что лучше купить постарше, но выше классом, ну либо проще, но новее. Но в тот же момент владеть старой машиной не так страшно, если у вас есть знание и желание ремонтировать ее самостоятельно. Часто бывает, что при какой-либо неисправности водители сразу же отдают авто в сервис и им там, конечно же, меняют деталь целиком за огромные деньги. Например, вот такой вот насос Haldex стоит около 20 тысяч рублей. Ну а если взять, например, штатный пневмокапрессор от Pradica, то его цена более 100 тысяч. И таких деталей немало, но вот менять целиком их совсем не обязательно, ведь чаще всего проблема просто в износе щеток. Но об этом вам никто не расскажет, ни в магазине, ни в сервисе, потому что никто не хочет брать на себя такую ответственность, и не более менять эти щетки. Ведь кучу бабла с этого уже не срубишь. Так что если хотите сэкономить, то скорее всего придется делать все самостоятельно. Ну а как, покажу чуть позже. После того, как у вас произойдет поломка какого-либо узла, не пытайтесь заказать на него щетки, ведь кроме генераторных, либо щеток на стартер, вы скорее всего больше ничего не найдете. Но вот есть специальные магазины, где продаются различные щетки для электродвигателей. Так вот, берете свою поломанную запчасть и подбираете что-то более-менее похожее, как по размеру щетки, так и по сечению ее провода, поскольку их пропускной ток тоже отличается. Например, у стартера щетки очень твердые и имеют в составе много меди, соответственно они могут выдерживать огромные нагрузки. Но в тот же момент они не рассчитаны на длительную работу, а вот у генератора наоборот, щетки очень маленькие и мягкие. Большие токи они проводить уже конечно же не смогут, но в тот же момент могут работать постоянно. В общем, подобрав подходящие щетки, можно за копейки восстановить очень дорогую деталь, ездить дальше радоваться. Однако бывает такое, что нигде нет подходящего размера. В таком случае берете чуть больше и доводите их до нужного размера, как говорится доработать напильником. Ну а также не забывайте, что помимо замены щеток, необходимо очистить и смазать все втулки электродвигателей, ведь смазка это тоже расходник. В таком случае даже сложные и дорогие запчасти получится восстановить самостоятельно и они еще долго будут работать. Мы с другом, например, так сэкономили нашему начальнику больше 100 тысяч рублей, ремонтируя его личный автомобиль. Но вот я что-то не помню, за это он нам хотя бы спасибо сказал? По-моему нет. Ну и ладно, главное вы сейчас знаете о таком способе ремонта. Возможно кто-то скажет, что такие детали ломаются не часто, но это глубочайшее заблуждение. Щетки всегда снашивались, снашиваются и будут снашиваться. Ну а если автомобиль с хорошим пробегом, то скорее всего вам придется обслужить или заменить практически все эти узлы. Так что запаситесь щетками. В дальнейшем думаю еще покажу, как можно чинить самостоятельно и другие детали автомобиля. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ну и конечно ставьте палец вверх, если вам не интересны подобные темы. Ну а с вами был Денис Механик, спасибо за внимание и пока.